Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. И на прямой связи с нами сегодня музыкант Роман Рябцев. Здравствуйте. Здравствуйте. И мы начали наш эфир с вашей новой песни «Наша тайна». Называется? Кусочек, да. Да, многие знают вас как музыканта, в том числе экс-вокалиста группы «Технология», но сегодня вы также ведете активную общественную жизнь, где в том числе и раскрываете свои тайны. У вас есть популярный блог в Инстаграме, в Ютубе вы также выкладываете свои ролики. Почему решили осваивать эти площадки? На самом деле, конечно, раньше нужно было заняться. Дело в том, что я в интернете появился достаточно поздно. Где-то только в начале 2000-х. По одной простой причине я очень боялся, что меня это затянет с головой. Поэтому я очень долго не подключался к интернету. И я был на самом деле очень активным участником всевозможных сетевых ресурсов. И раньше, вот прямо с самого начала, еще на модеме когда сидел, но это были «Живой журнал», там я был тысячником, это было очень круто. Сайты всякие профильные, музыканские, сайты «Давком» знаменитые и так далее и тому подобное. То есть активную сетевую жизнь я вел всегда. Да, просто вот так получилось, что решили развивать именно такие говорильные площадки мои, такие как YouTube и Instagram. Ну, потому что, во-первых, время сейчас такое, что скорости интернета позволяют и мобильно посмотреть видео, если ты не находишься у Wi-Fi. И есть возможность, в общем, свои мысли донести до людей напрямую, а не через журналистов. Потому что, во-первых, журналисты спрашивают, как правило, одно и то же. Какие ваши творческие планы, это самое мягкое. Во-вторых, очень часто перевирают слова. Так что прямая речь, она, в общем-то, всегда лучше. Ну вот, что касается покорения YouTube и Instagram, насколько это сложно, учитывая, что ваши старые песни, они собрали много миллионов просмотров на YouTube, я специально залез и посмотрел, например, старые танцы, там 8 миллионов, если я не ошибаюсь, у вас было, по-моему. Мне от этого вот ровным счетом ничего. То есть это не помогает для того, чтобы сейчас снова штурмовать вот эти площадки, тот бэкграунд, который у вас уже был? Бэкграунд хочется закопать, вот честно вам скажу. Тот случай, когда прошлое просто хватает за ноги и пытается утянуть за собой в могилу ностальгии. Потому что даже я вот случайно наткнулся на какую-то старую запись выступления, там, где-то начало 2000-х годов, когда я совершил жуткую глупость и восстановил из пепла группу технологии и выступили на каком-то сборном концерте с новой аранжировкой. Аранжировка и всеми любимого хита. И там процентов 80 комментариев. Фу, что за гадость, это что за звук. И верните ту запись, которую я слушал на кассете в 90-м году. Это моя молодость. Это реально отдает каким-то душковым некрофилии, честное слово. А старые фанаты, они вот именно хардкор, такие фанаты, которые мы выросли на ваших песнях, вот это все, они категорически не найдет, не допускают ни малейшего отступления в музыке, в нотах. Ну, сами подумайте, 30 лет петь одно и то же, одно, мягко говоря, вот здесь вот. И если уж ты вынужден исполнять какую-то из старых песен, то ее переделываешь. Так поступают все артисты. Но фанаты технологии отличаются какой-то особой вот железобетонной упертостью и прям религиозным фанатизмом, что касается вот того звука с кассеты, который они слышали. Ну, СМИ как раз писали о том, что вы собираетесь даже судиться с участниками группы технологии за песен, из-за исполнения этих песен, в том числе и странных танцев. Насколько это соответствует действительности? Да, это действительно так, но просто это не все так быстро. В России, к сожалению, судебная система, во-первых, сама по себе дерьмо полная, во-вторых, закон об авторском праве дерьмо полное. И чтобы все это дело грамотно оформить и грамотно сделать, займет, возможно, не один год. Но рано или поздно люди, которые заживаются на моем творческом наследии, будут присоединиться к ответу и «Хотите петь песни, пишите новые». Рано или поздно вы не случайно сейчас произнесли? Это тоже одна из ваших самых знаменитых песен, наверное. Ну, по крайней мере, группа технологии. Дело в том, что песня моя, да, просто это расхожая фраза, рано или поздно, так или иначе. Что-то происходит на земле, да? Ну, как бы да. Дело в том, что очень часто, скажем так, очень много хитовых песен в мире вообще существует, в которых используется какая-нибудь расхожая фраза. Вот. Тут просто тоже так совпало. Поэтому произнес достаточно случайно. Ну, вот Юрий Шевчук, он достаточно долгое время боролся с тем, что, ну, со своими фанатами, он не исполнял песню «Осень» на концертах, хотя его просили, хотя требовали даже на бис. И он, в общем, говорил, что нет, эту песню я петь не буду. Потом он, собственно, вернулся и снова стал петь «Осень» на бис. Но, тем не менее, вот такую попытку он предпринимал. Вы как раз упомянули, что вам достаточно тяжело вспоминать наследие, как я понял. То есть вы чувствуете себя заложниками тех песен, которые написали раньше, и с которыми вы во многом, наверное, ассоциируетесь у какой-то категории людей? — Я стараюсь как раз вот это вот состояние бытия в заложниках разрушить. Вот этому тоже как бы должны способствовать мои видеоблогы, мои в Инстаграме тоже, моя страничка. Потому что очень часто, буквально недавно тоже, кто-то из комментаторов активно комментирующий «Ой, так ты, оказывается, певец?» Я тут погуглил, и я говорю «Да». То есть меня уже многие люди знают просто как блогера. Я зарабатываю себе другую аудиторию, с которой интересно поговорить, а не которые только «Эй, Роман, нажми на кнопку, это наша молодость!» «Мы придем потрясти своим пузом и сидеющей головой на твой концерт». Ну, как-то вот не хочется для трясущих пузом с седой головой петь. Хочется для людей, которые весело и бодро реагируют. Как вы безжалостны к фанатам своим. Я всегда был безжалостным. В общем, когда я начал общение в сети, я очень часто говорил, что «Ребят, расслабьтесь, вам никто ничего не должен». Артист, он работает не для вас, но в частности я и многие другие. Просто не все об этом говорят, но все честны со своей публикой. Любой музыкант пишет музыку не для того, чтобы прославиться, заработать денег и переспать с максимальным количеством фанаток. Это уже сопутствующие вещи. А в первую очередь для того, чтобы выразить самого себя, свои мысли, свои чувства. Просто ты не можешь не писать. И в последнюю очередь ты думаешь о Васе Пупкину из деревни Судричево, который скачал бесплатно твой альбом в отвратительном качестве, а потом засыпает тебе письмами. Ну, когда же новый альбом? Нам, твоим фанатам, должен. Никто никому ничего не должен. Это аксиома, которой многим стоит зарубить себе на носу. Учитывая то, какие позиции вы высказываете в своих видеороликах в отношении в том числе и нынешней российской власти, довольно так критически вы высказываетесь, скажем, мягко, не боитесь ли вы, что могут быть какие-то последствия? Страха, может быть, и осторожности какой-то нет? Могут, могут, но, знаете, я... Диссидентом я стал где-то лет в 12. Соседский мальчишка у бабушки в деревне, куда мы уезжали на лето, он был постарше нас, в общем-то, транслировал нам разговоры взрослых. В общем-то, годам к 12 мы с братом уже ненавидели Брежнева лютой ненавистью просто. Вплоть до того, что я находил в газетах его портреты и топил в деревенском сорте. Вот это, конечно, было по-детски и по-идиотски, но это был такой протест. В общем, я никогда в жизни не относился трепетно к власти. Если мне что-то не нравилось, я всегда выступал против, но вот пока что до сих пор жив. Ну вот интересно, что у вас футболка с надписью «Стар Варс», «Звездные войны», и, если я не ошибаюсь, сзади календарь «Люк Скайуокер». Скайуокер, да. Вы чувствуете себя повстанцем? Можно ли здесь провести аналогию как раз со «Звездой смерти» и всеми теми символами, которые в фильме «Лукаса» как раз показаны? В общем, я скажу так. Мне, например, очень тошно и противно смотреть, когда мои коллеги по цеху, скажем так, артисты, которые вроде раньше были нормальными людьми, потом вдруг начинают появляться на каких-то официальных мероприятиях, начинают лизать задницу властям, начинают записывать какие-то патриотические, в кавычках, песни, потому что настоящий патриотизм, он внутри, и когда человек поет о том, как он любит Родину, Россию, это всегда фальш. Это привычка для меня еще с советских времен. Я считаю, что человек, если он искренне в своем творчестве, просто обязан высказывать свою позицию. Мне так кажется. А насколько уж она повстанческой, разрушительной или просто тихой сапой, это уже, не знаю, как получится и решать, опять же таки, тем, кто меня слушает, смотрит. Но «Звездные войны», тем не менее. Я просто высказываю свое мнение, не стесняюсь выражения. Но «Звездные войны», тем не менее, для вас это культовый фильм, учитывая, опять же, что мы видим и футболку, и календарь. Безусловно, да. У нас дома очень много всякой атрибутики. Вот, последний фильм мы переходили в кино два раза. Вот, и, ну, не знаю, это Вселенная, это такой путь. Путь джедая, да, в данном случае? Да. В общем, как-то так. Хотя, на самом деле, «Звездные войны» — это не просто такая сказочка, космическая сага. На самом деле, достаточно глубокий фильм, поднимающий вечные вопросы добра и зла, баланса сил добра и зла в каждом человеке во Вселенной. А на какую сторону ты станешь, ради чего ты на какую сторону перейдешь. Это все, на самом деле, со времен Библии эти вопросы поднимаются, «Звездные войны» — исключение. Вы в своих роликах призываете идти на выборы, как раз, и голосовать против Единой России. Что для вас значит проголосовать против? Это проголосовать за кого? К сожалению, голову против всех убрали давно. Это Ксения Собчак, насколько была против всех, насколько известно нам. Она с таким лозунгом, по крайней мере, шла на выборы. К сожалению, современное законодательство не позволяет голосовать против всех. Нет, я сейчас говорил о так называемом «Плибисците» за поправки в Конституцию. Я как раз призываю голосовать против этих поправок, а не за кого-то там. Либо за, либо... Я считаю, что нужно против этих поправок. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв. Роман Рябцев, музыкант, вокалист у нас на прямой связи. Оставайтесь с нами, вернемся через несколько минут и будем принимать ваши звонки. Мы продолжаем. Эта программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер. Родион Золотарев, музыкант Роман Рябцев с нами на прямой связи. Сегодня здравствуйте еще раз. Здравствуйте еще раз. Телефоны прямого эфира 672-12-93-9, 672-13-93-9. Звоните, звоните за рубежа, код плюс 371 и пишите в WhatsApp 230-6191. Ваши вопросы мы также будем задавать в эфире. Владимир Путин пошел в YouTube. Это было сделано, правда, на площадке главного информационного агентства России ТАСС. Но, тем не менее, это первое выступление, первое большое интервью президента России на площадке YouTube. Они смотрели, кстати, его. А вот вы меня еще спрашиваете, а зачем я веду YouTube-блог? Видите, он уже даже туда пролез. Нет, не смотрел, не собираюсь. Интересно, он не скажет, однозначно. Очередной. Понимаю. Заклинание про вставание в колен, про то, что нет времени на раскачку, про то, что денег нет, вы держитесь, но мы все победим, а у нас гиперзвуковая ракета, и мы всем попадем в рай. В общем, обычный, обычный. В своем видеоблоге я бы сказал это слово, но в эфире радио я не скажу. Вы все все поняли. Ну, кстати, денег нет, вы держитесь, это к Медведеву скорее. Да, неважно, господи, это... Для вас это единое целое. Это как доктор зло, имени мы, в общем. Ну вот сегодня нередко, в том числе и музыканты, и артисты заявляют о своем же намерении идти в политику. Вот Валерия, например, певица сказала, что будет создавать свою партию, Сергей Шнуров уже давно там при должности. Как вы оцениваете это? Ну, я не хочу оценивать проституток. В общем, я уже говорил о том, что это мерзко, и торговать своей задницей за какие-то ништяки от власти, за кремлевские концерты, за то, что тебе дают преференции. Но это все очень просто. Все вот удивляются, ой, как это Шнуров, он же рокер, он же пошел в политику. Говорят, ребята, во-первых, Шнуров никогда не играл рок-музык. Всегда был такой попсовый кабак с матом, который за счет того, что с матом люди считали, что это как-то экстремально... Потом говорю, ну, назовите хотя бы одну песню, которая была как-то оппозиционной против властей, еще что-то, начинают люди думать, а не было таких. И третье говорю, а теперь на минуточку, где играет Сергей Шнуров? Корпоративы государственных корпораций за многие-многие миллионы рублей. Официально самая дорогая группа России. Какие-то еще вопросы с оппозиционных взглядов музыкантов выступать на корпоративе кома условного? Нет, конечно, не смог бы. Это такой карманный лоун-шут, который изображал парня в свою доску протеста. Ну и все это дело с одной единственной – тянуть голоса от реальных оппозиционных кандидатов. Про Валерию это вообще смешно. Но вот когда я говорил об изменившихся коллегах, я просто Йосифа Пригожина знаю с 1988 года. Он тогда был волосац, в кожаной куртке, скатал по сцене и пел песню «Крошка моя», которую потом у него взяли на «На». Это его песня, на минуточку, если вы не в курсе. Он был худенький, смешной и очень нормальный, клевый парень. Потом он превратился в Шрека, нашел себе Валерию и скатился в какое-то болото жополизания властям. Это все омерзительно, отвратительно. Я с этими людьми просто на одном поле не сяду. Говоря о том, что идти в политику музыкантам – это в нашей стране исключительно для отключения голосов избирателей. Все. Других вариантов нет. Таких, как Рейган или Шварценеггер, которые были киноактерами, а потом стали один губернатором Шварценеггера, а другой – президентом, такое у нас в стране невозможно по определению. Их просто не пустят. У нас звонок радиослушатель на линии. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Лариса. Да, Лариса. Я хотела спросить, а как вы отдыхаете? И где вы предпочитаете отдыхать? В теплых странах или в России? Спасибо. Спасибо. В России есть теплые регионы. Один из стандартных вопросов – я не отдыхаю. Вообще. Вообще. Ну, а каким образом вам нужна какая-то, не знаю, творческая реабилитация? Например. Есть у вас возможность перезарядиться? У меня… Я не отдыхаю в том плане, как отдыхают все. Устраивать себе отпуск, еще что-то такое. Просто, ну, последний раз я куда-то ездил, это был 2015, что ли, год. Экспедиция такая на Байкал совместная. Вот, то есть, пять лет назад. Во-первых, для этого нужно просто вот выделить кучу свободного времени. Его у меня просто тупо нету. Потом я отдыхаю в процессе дня. То есть, я работаю и отдыхаю, отдыхаю и работаю. Я устал, я взял телефон или сел на компьютер, потупил в Фейсбуке, поотвечал на комментарии, почитал новости. Это тоже вот. Ну, и самый любимый отдых – это просто прогулки по городу. Вот сейчас жду, когда наконец потеплеет, и будем начинать гулять, 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 гулять до потери пульса. Тысяч 15 шагов, чтобы мой фитнес-браслет не ругался, а был мной доволен. Москва похорошела при Собянине, как считается? Москва омерзительно. Просто город, который хочется раздолбить просто из системы град, просто сравнять с землей все то, что этот блюдок наворотил. В стране, в Москве. И верните, как было. Вот просто. Потому что материшься постоянно. Вот из последних примеров. У меня около студии сначала была здоровенная бесплатная парковка около моста. То есть просто такая пустая территория. Ну как же, что-то в Москве бесплатно. Значит, ее закрыли. Где-то почти полгода она стояла просто тупо закрытая. Люди не могли там парковаться. Потом, наконец-то, где-то еще несколько месяцев ее строили, строили, строили. Сделали платную парковку. Но бог бы с ним. Она практически все время пустует. Там были места, где, знаете, вот когда дороги расходятся, там есть такие треугольнички безопасности. Был такой здоровенный треугольник, на котором правилами не запрещено парковаться. Никаких знаков не стоит. Люди там вставали прекрасно. Этот, значит, его закрыли, обнесли бордюрами, подняли по уровню, чтобы машины туда не съезжали. Выложили плиты и пешеходные переходы, которые там были. Представьте себе, вот с одной стороны переход, а с другой стороны переход вот так. У этих идиотов даже не хватило мозгов совместить. Два перехода, чтобы люди могли переходить нормально. Человек идёт, потом начинает скользить по этим зебрам, которые выкладываются из какого-то жуткого нового материала, на котором ты зимой просто падаешь. Про плитку я уже молчу, сколько раз я на ней падал, хотя достаточно устойчиво стою. Про декорации к Новому году. Сделал в Москве вот этот колхоз светящийся, ад. Про это уже многие писали, смысла нет даже обсуждать. Всё, остановите меня. Недавно как раз на рэпера Тимоти, если вы, может быть, слышали эту историю, обрушилась такая критика за то, что он зачитал рэп, где были слова о том, что хлопну... Ещё один купленный уродец, собственно, с того начала. Никогда не скрывал своих провластных. Вот он тогда спел, точнее, зачитал хлопну бургер за здоровье Собянина, после чего на него обрушилась критика, ему пришлось удалить клип. По песню, насколько я знаю, они больше не будут с гуфом исполнять. Нет. Клип лежит на порнхаб, его можно там посмотреть. Ну, возможно, есть какие-то альтернативные площадки, да. Но можно ли сегодня сказать, что те, кто хвалят власть, если мы говорим об артистах, то они заранее обречены на хейт? Да, безусловно, потому что реально людей, которые любят власть, я не встречал. В жизни я не встречал ни одного живого человека, который был бы доволен тем, что творят власть. Они где-то все в интернете, они где-то все вот там вот попрятались. Ну, прямые аналогии с Советским Союзом, на самом деле. Если ты был в телевизоре, если ты, во-первых, член Союза композиторов, допустим, если ты композитор или там, если ты музыкант, ты состоишь в пилармонии, ты поешь идеологически выживанные песни, в которых нет ничего такого. Эта Кава, ничего за что могла прицепиться цензура, а что такое цензура, я тоже застал на себе еще в 87-м году. Я там выступал на Воронежском рок-фестивале номером первом. И у меня песни были достаточно безобидные, но мне пришлось написать их на тексты на бумажке, и их отправляли в райком комсомола, их там проверяли на предмет какой-то крамолы. То есть в Советском Союзе, чтобы ты был в утренней почте, и чтобы ты был в телевизоре, и чтобы ты ездил с концертами, тебе нужно было выполнить кучу-кучу-кучу условий. Сейчас в России все то же самое, только плюс еще надо еще занять денег больших. Единственная разница. У нас еще звонок, радиослушатель на линии. Здравствуйте, как вас зовут? Да, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, дорогой музыкант, «А в России вы такой же хам и циничный». Вот у нас в России людям с такой же позиции говорят, «А вы езжайте в свою Россию, если вам здесь не нравится». Да так наш герой в России живет. В эфир выхожу. Я не очень понял, что хотела сказать женщина. Я тут никому не хамил. А цинизм – это единственный способ сохранить психическое здоровье в том безумном окружающем мире, который сейчас нас окружает. А насчет «не нравится – езжайте» я не очень разобрал, что… Ну, это в Латвии достаточно такой популярный стереотип, что если вам не нравится в Латвии, если речь идет о русскоязычных, то это не расхожая история. Но, тем не менее, такие мнения иногда звучали. Уезжайте в свою Россию. Вот то же самое тоже мне говорят. Если тебе не нравится в России, то ты живешь – уезжай. В общем-то, я бы предпочел, чтобы уехали отсюда или куда-нибудь исчезли, аннигилировались те, кто мешает стране нормально жить в первую очередь. Почему я должен уезжать из своей страны? Какого хрена? Я хочу, чтобы эта страна была лучше. Ее портят. Ну, как вы считаете, вот говоря об оппозиции все-таки, не существует ли в обществе такой, может быть, иногда, если мы говорим об оппозиции, да, еще раз подчеркну, такой, может быть, необоснованной оголтелости, как вот формулировка в странных танцах у вас есть «ты забыла вопрос, но я помню ответ». То есть это немножко, конечно, не о том, но так или иначе, когда люди уже забывают предмет спора, но точно уверены в том, что их слова – это истина. Не, ну, это в любом споре абсолютно, конечно, так было. Споры на кухне, начинают споры на кухне, кончая политикой. Я не совсем понял, о чем вопрос. Ну, да, действительно… Нет ли этой оголтелости, в том числе и у оппозиции, когда действительно… Оголтелости есть. Ну, оппозиции у нас нормальной тоже нет, к сожалению. Она практически вся карманная, подкупленная. Я там… Дело все в том, что, когда меня обвиняют в том, что, типа, куда ты, музыкант, полез в политику, я всегда отвечаю, ребята, я с третьего класса школы веду политинформацию. С третьего класса. Не прекращай. В школе, в институте я политикой, еще тогдашней, советской, внутренней, международной, не назывался всю жизнь. Да. Я как бы в предмете разбираюсь. А вот буквально года два назад, как-то вот проанализировав все происходящее, я с ужасом осознал, что та оппозиция, за которую я, вроде как, топил и голосовал, на самом деле, опять прикормлена, несмотря на отключение счетов, несмотря на арест сотрудников, несмотря на все. Это такие кремлевские проекты, чтобы создать видимость того, что у нас в стране существует оппозиция. Навального вы имеете в виду? Да, и Навальный, и многие другие. Там столько неприятных фактов, что просто как-то гадко, мерзко стало, и стыдно. Ну, и другие до того тоже были политики. Был один политик, который всегда голосовал на президентских выборах, потом он резко сменил свою, так сказать, агрессивную риторику от отношения власти. Я узнал, почему. Там были объективные прикидности, его шантажировали, пришлось сменить. В общем, все это очень грязно, очень мерзко, и я пока что, реальная оппозиция в России, увы, не родилась. Или ей не дают родиться, что, скорее всего, потому что только ты высунуешься и попытаешься что-то сделать, тебя тут же найдут наркотики, тебя тут же арестуют. Вот, за переход от улицы в неположенном месте, впрочем, это в Беларуси практикуется такая фигня с оппозиционерами. В общем, не дадут тебе заниматься. У нас много звонков, еще примем один. Здравствуйте, как вас зовут? Да, мы слушаем вас. Добрый день, меня зовут Петр. Да, Петр. Скажите, пожалуйста, господин музыкант, идет ли в России сейчас гражданская война, хотя бы в форме ненависти, или это невозможно? Спасибо. Спасибо вам. Нет, хороший вопрос, кстати. Да, вот гражданской войны в психологическом плане, да, в форме ненависти нет, не идет. Не идет, пока еще нет. Нет такого. То есть большая часть общества, она, как бы сказать, находится в таком немножко сонном отопенении. Дом, работа, ипотека, кредиты выплачивать надо. Ну, какая тут ненависть к кому? Какая политика? Нет, пока что до этого нет. Не дошло. Еще звонок у нас, примем его. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Александр. Да, Александр, слушаем вас. Скажите, пожалуйста, вот вы всех идиотами считаете? Нет. Я, конечно, самый умный. Вот вы, скажите, пожалуйста, вы Горбачева, как рок-музыкант, идиотом считаете или нет? Спасибо. Спасибо. Михаил Сергеевич недавно отметил восемьдесят. Начнем с того, что я не считаю никого всех идиотами. Я такого не говорил. Это мне напоминает такое в школе. Слышь, ты что, самый умный, что ли, в натуре? Такой гопнический наезд малость был сейчас. Некрасиво, господин вопрошающий. Так вот, идиотами я не считаю никого. Они все очень умные, гаденыши. А Горбачева я очень уважаю. Это один из немногих политиков. Но я просто памятник при жизни готов поставить за то, что с его тоже помощью, но это были, конечно, объективные процессы, но с его толчков, с его помощью вот этот монстр под названием Советский Союз развалился, за что ему безмерно благодарен. Напомню, телефоны прямого эфира в нашей студии 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните нам, музыкант Роман Рябцев, с нами на прямой связи. Да, здравствуйте. Мы слушаем вас. Алло, добрый день, Денис. Да. Ваш гость прокомментировал, что он призывает как бы голосовать против поправок Конституции. Я бы хотел узнать, а он сам в курсе самих поправок? Конкретно против каких положений поправок он призывает как бы голосовать? Большое спасибо. Да, спасибо. Повторюсь, так как я с третьего класса веду политинформацию и я интересуюсь политикой, естественно, я читал пакет поправок Конституции. Так как нам предлагается голосовать либо за, либо против весь всего пакета, то выход только один – голосовать против всего пакета. Вообще вся суть поправок Конституции очень хитрая. Возвращаясь к «Звездным войнам», если мы вспомним, что там был Сенат, и у него был председателем сенатор Палпатин, он провернул такие реформы, в результате которых стал императором. Стал весьма таким злым дяденькой, который темной стороной силы всех мочил, убивал и построил «Звезду смерти». Так вот, основная суть поправок в Конституции, там есть отвлекающие моменты. Алло, алло. Да, мы слышим вас. Да, да, да. Там куча отвлекающих моментов, совершенно идиотских, насчет внесения Бога в Конституцию, насчет того, что дети – это наше национальное достояние, насчет того, что пенсии надо индексировать. Ну, и все рассчитано на то, что бабульки скажут, «Ох, телепутат, какая пенсия индексировать будут, и в Конституции прописались, значит, хорошие поправки». На самом деле, все это делается для того, чтобы протащить идею нового госсовета, чтобы вся власть была ему. Вот в Советском Союзе же, условно, Брежнев, ну, вообще председатель ЦК КПСС, формально не являлся главой государства. Главой государства являлся председателем Президиума Верховного Совета. Это Брежнев уже потом совместил эти должности, и они совмещались. Но формально ЦК КПСС под Конституцией, хотя являлась руководящей, направляющей силой общества, не являлась именно технически управляющей страной силой. Так же госсовет – это такой ЦК КПСС, вся власть КОТОРОГО. Я, в общем, не буду долго вдаваться, все это, в общем, достаточно очевидно. Еще звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день. Добрый день. Да, слушаю вас. Сделайте потише, пожалуйста, радиоприемник. Мы эхо слышим. Да-да. Скажите, господин Герц, вот вы, говоря, что в России нету оппозиции, но вы, по сути, оппозиционер. И слушая российских оппозиционеров, я всегда задаю вопросы. Задаюсь вопросом. Скажите, вот как вы видите, в России лидер-либерал? Это реально для сегодняшней России лидерал? И еще один вопрос будет, если позволите. Да, пожалуйста, задавайте. Вот если вы не видите в России лидера-либерала, я не скажу, что я большой фанат, и Путин у меня в красном углу в качестве иконы, но видите ли вы альтернативу Путину? Да, спасибо вам. Да. Знаете, это как в Германии было спросить, а если не Гитлер, то кто? Вот как-то так, да? Если выкашено под корень все политическое поле, то о каких вообще альтернативах можно говорить. Абсолютно та же самая вот ситуация. Просто выкашено напрочь грязными чекистскими, КГБшными старыми методами, позиция под корень. А либерала, да, теоретически вижу. Горбачев был достаточно либерален. Гельцин был достаточно либерален. Вот этих двух президентов я очень уважаю именно за то, что при них недушилась свобода граждан, свобода личности, свобода слова, свобода собраний. То есть одни из основополагающих свобод, на которых зиждется западное цивилизованное общество. К сожалению, вот, так сказать, вот вся эта КГБшная клика настолько пронизала все общество, все структуры, что они просто тупо не допустят никого сейчас вообще. Вот просто, знаете, на этапе старта просто цель перехватят, подстрелят, крылышки подрежутся, и наркотики подбросят и посадят. Ну или вынудят уехать из страны, как некоторые уехали. Так что вопрос, вижу ли я альтернативу, он с подвохом. Сейчас не вижу. В принципе, я не вижу вообще, в принципе, хоть малейшего резонтного повода Путину оставаться у власти дальше. Вот и все. А кто будет вместо него, это уже вопрос технический. Это уже не важно. Кто угодно, на самом деле. Ну что ж, спасибо вам. Спасибо, что вы нашли время и вышли в прямой эфир нашей программы. Роман Рябцев, музыкант, был гостем. Программа «Абонент доступен». Субтитры сделал DimaTorzok